Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео я хочу вам показать все свои раскраски, появившиеся у меня в коллекции за месяц июль. Раньше я не снимала такие видео, я просто показывала определенное количество новых раскрасок, а сейчас вот именно за месяц. Практически все книжки вы уже видели или в обзорах, или в распаковках, или в хобби-влогах, но если вдруг кто-то не смотрит такие видео, то вам, может быть, будет интересно посмотреть просто видео с моими новыми раскрасками. Вот, внизу в описании я оставлю ссылочки, где можно купить что-то из этого, потому что знаю, что будете спрашивать. Так что перед тем, как спросить, где я купила эту или иную раскраску, внимательно послушайте, потому что обычно я все рассказываю, или загляните в описание, потому что там будут все полезные ссылочки. Двигаемся мы в хронологическом порядке, как всегда. В начале месяца у меня появились три раскраски Киры Шершневой. Огромное спасибо Кире, это был прям супер-классный подарок. Значит, у меня уже выходил и обзорчик на эти книжечки, и также в хобби-влоге я просто их показывала. Это раскраска цветы, витражные, такие вот здесь картинки по номерам. Здесь у Киры все раскраски выполнены в этой цветовой палитре, 22 цвета. Вот, что очень удобно, можно выбрать один набор там маркеров, ломастеров, и им все время раскрашивать все раскраски. Вот здесь у меня сделаны четыре картинки спиртовыми маркерами. Мне очень понравился результат, выглядит классно. Вторая раскрасочка это Весна, это уже Color by Colors, то есть вот данные такие контуры. И здесь точно такая же палитра, 22 цвета. И у меня здесь уже три картинки сделаны. Вот эти две спиртовыми маркерами и первая фломастерами. Как вы видите, не так удачно. Я решила, что буду раскрашивать здесь маркерами. И в раскраске Рождество у меня пока нет раскрашенных работ, потому что, в общем-то, раскраска Рождественская, я решила, буду раскрашивать ее в декабре. Что интересно, здесь есть фигурки разных, картинки, стоящие из разных фигурок, как в раскраске Цветовой квест, например. Следующая раскраска это Звездный дождь от Полины Гуськовой. Мне было безумно приятно получить эту раскраску в подарок, потому что она мне очень сильно понравилась. Я прям обожаю такой стиль, я обожаю такие сюжеты. И вот эта раскраска это стопроцентное попадание в мое сердечко. Вот, огромное-огромное спасибо Полине за такой замечательный подарок. Я была просто в восторге, это был прям супер-классный сюрприз такой. Также обзорчик у меня есть на канале. В плейлисте обзора раскрасок, ссылка тоже на этот плейлист есть в описании, вы можете посмотреть вообще все интересующие вас обзоры. Причем они там отсортированы в порядке от нового к старому. То есть все вот эти обзоры на данные раскраски, они будут в самом начале плейлиста. Далее на лабиринте я заказала три вот таких книжечки-раскрасочки с спиральками. Вот, многие у меня про них спрашивали. Каждую я покупала по 61 рублю. Здесь 17 изображений. Это у нас животные, здесь такие картинки. У меня пока, к сожалению, ни одной раскрашенной картинки нет, но я планирую в скором времени раскрасить хотя бы одну. Далее достопримечательности. Здесь мне очень нравится Питерский мост. Ну, я так понимаю, это Питерский мост. Правый верхний угол. Вот, я бы хотела, наверное, его раскрасить, но я обычно по порядку в таких книжках двигаюсь. И раскраска множества образов. Вот она моя любимая, я могу ее посветовать в плане иллюстрации, потому что они самые здесь разнообразные. Так что, да, такие вот книжечки. Как начну, обязательно вам расскажу, поделюсь своим мнением. Расскажу там о плюсах-минусах и так далее. Также на лабиринте у меня была заказана раскраска мир животных, цветовой квест. Вот, ну, я просто собираю вот эти раскраски по номерам. Я их обожаю. И вот эта серия, она довольно интересная, разнообразная, потому что здесь есть и по номерам, и вот по номерам с дорисовкой в этой части появились такие картинки. И по точкам, и также мне что нравится, что по номерам есть и вот как более сложные такие иллюстрации, более интересные, ну и более простые такие детские, я бы сказала. Что, в общем-то, наверное, хорошо. Стоило, кстати, около 200 рублей, что не очень дорого по нынешним меркам. Далее, серия раскрасок картины по номерам. У меня есть две книжки, я их показывала в предыдущем ролике про новые раскраски. И вот за июль у меня появились целых 4 книжки. Значит, первая это аниме. Здесь у меня одна работа сделана маркерами спиртовыми. Вот, всего здесь 10 иллюстраций. И в этой раскраске единая цветовая палитра. Вот, ну, картиночки немного такие оляпистые. Вот здесь вообще, мне кажется, зеленые. Ну, учитывая размер этой книжки, закончится со скоростью света. Вот здесь, кстати, тоже, посмотрите, такой огромный кусок. Я даже не знаю, мне кажется, это надо раскрашивать акрилом, может быть, гуашью, чем-то таким вот крупным. Чтобы не жалко было. Далее, вторая раскраска. Это для детей. Вот, но мне понравилось здесь, что детали, они прям для маркеров идеально подходящего размера. То есть прям, ну, классно такое раскрашивать маркерами. Они не очень крупные и как бы как раз не мелкие. Поэтому я приобрела себе такую тоже. Вот такие здесь простенькие, действительно такие детские картинки. Вот, но чисто побаловаться так раз в месяц, почему бы и нет. И вышли в этом месяце, я так понимаю, по крайней мере, я до этого нигде не видела. Две новые раскраски. Это кошки и собаки. Ну, здесь вот такие, ну, такого плана иллюстрации. Вот они. На последней картинке у котика что-то за глазами непонятное. Немножко странно. Вот. А еще, кстати говоря, здесь вот на картинках видно такую легкую обводку. Вот. Что не подразумевается в раскрашивании. То есть, немножко такой, как бы, обман зрением. И раскраска пейзажа. Здесь она прям летняя, такая классная, сочная. Вот эта картинка мне очень нравится. Хотелось бы ее раскрасить, но не успею. Ну, я просто люблю по порядку все-таки раскрашивать такие книжки по номерам. Не знаю, поэтому. Ну, это не единственное лето в нашей жизни, я надеюсь. Поэтому когда-нибудь да раскрашу. Следующая раскрасочка, это авторская. Из магазина Bowman Stickers. Вот. Они... Я заказывала очень много стикеров. Вот. Ссылочку на видеораспаковку, наверное, тоже вам оставлю. Внизу в описании. Я думаю, будет интересно посмотреть. Не знаю. Вдруг кто-то еще не видел. Вот. Но раскраска такая прикольная. У меня тоже есть на нее обзор. Интересная. Мне понравилась. Необычная. Далее. Fun Manga Girls. Я думаю, многие уже знают про эту раскраску. Она у многих уже есть. Ну, просто такие анимешные девочки. Интересные, красивые. Фон мне нравится, что детализированный такой проработанный. Вот. Ну, раскраска стоила 250 рублей на лабиринте. Потому что так в других магазинах я видела дороже. В одном акции достаточно толстенькая такая, прошита. В принципе, неплохо. И вот для сравнения тоже 250 рублей стоила. Это волшебный зодиак. В этой серии есть еще три раскраски. Но я решила их не покупать. Потому что они все плюс-минус в одной стилистике. Я такое скажу честно. Не очень люблю раскрашивать. Но мне нравится то, что это знаки зодиака. Я обожаю эту тему. Как многие знают. Вот. Поэтому решила, что ладно. Вот эта красинка мне очень нравится. Я ее прям хочу-хочу раскрасить. Не знаю. Даже вижу прям как-то, как она будет сделана. Но вот здесь вот такая мелкотня я вообще не представляю. Как бы это очень сложно. И еще формат такой. Он как бы как pocket раскраска. Довольно мелко из этого все получается. Вот. Но тема моя любимая. Поэтому разберусь. Далее раскрасочки из ArtNary. Ссылку на распаковку я тоже оставлю внизу в описании. Кстати, сейчас, скорее всего, еще действует промокод. Все подробности будут в видео про распаковку посылки. А также внизу в описании я уточню, какой промокод, какую скидку дает и так далее. Поэтому не поленитесь. Загляните, зайдите, посмотрите в группу. Может быть, там есть что-то, о чем вы давно не читали по очень выгодной цене. Итак, раскрасочки. Вот. Три маленькие у меня здесь. Вот эта раскраска мне безумно-безумно нравится. Очень хочу к ней приступить. Вот. Меня ждет вот эта первая картинка в этом месяце. Вот. Но здесь прям классная раскраска. Я в восторге. Далее единороги. Здесь тоже очень красивая работа получаются. С единорожками всякими разными. И вот эта с животными, она немножко меня разочаровала. Потому что здесь, во-первых, есть повторюшки из разных раскрасок. Во-вторых, ну просто вот она такая как бы. Много картинок в том стиле, который я не очень люблю в этих раскрасках. И две большие раскрасочки по номерам. Это одна Диснея, одна не Диснея. Вот не Диснея, она мне очень понравилась. Прям здесь такие стильные классные картинки. Вот. Ну животных я не знаю почему, но животных я не очень люблю расспрашивать. Даже по номерам. Как-то у меня с ними не особо складывается. Вот. Но всякие вот такие сюжеты природы. Я обожаю вот какие-то растения, пейзажи. Это прям вау. И. Ну в целом. Вот все остальное мне тоже. Вот пианинка, посмотрите. Должно получиться очень круто. Вот в целом мне нравится. Именно как выглядят и как получается. Ну ладно. И значит Дисней. Какие-то у нас там создания. У меня уже столько раскрасок по Диснею, что наверное пора бы остановиться. Но я как бы коллекционер. Все мы с вами понимаем, да. Что это зависимость от покупки уже книг. Вот. Ну как я могу остановиться, когда вот у меня одной не хватает до всей коллекции, да. Вот. Мне кстати очень нравятся русалочки. Многие знают. И здесь получается Сразу три русалочки подряд будут. Это очень здорово. Да. Далее. Три раскрасочки Лики Лендл. Вот. Ссылочку на распаковку тоже оставлю в описании. Если вдруг не видели. Так же обзоры в скором времени планирую снять. Скорее всего они уже вышли к моменту выхода этого ролика. Но вдруг еще не вышли, то скоро выйдут. Значит. И серия про девочек. Вот у меня вторая и третья часть. Это мамины дочки. Здесь 10 картинок повторяются дважды. И третья часть феи. Тоже 10 картинок повторяются дважды. Вот. И серия про эти Китти. У меня сборник. Здесь соответственно картинки не повторяются. Вот такая красота. И последняя раскрасочка в этом видео. И купленная соответственно в прошлом месяце. Это вот такая вот маленькая книжечка. Она действительно маленькая. С мою лудошку. Но чуть больше. Вот. Я просто думала, что она 4 формата. Вот. Но она маленькая. Здесь 129 иллюстраций для раскрашивания. Продавалась она на сайте Авито за 50 рублей. Вот. Но за доставку я заплатила, конечно, достаточно много. На нее пролили чай. Вот. Поэтому цена была довольно низкая. Но она полностью новая. Как бы не раскрашенная. Ничего. На склейке. Ну здесь обычные стоковые иллюстрации. Но в целом, почему бы и нет. Имеет место быть. Вот. Тем более, ну так скажем, иностранная раскраска. Все равно даже стоковую приятно иметь в коллекции. Такие дела. Это были все мои покупочки. Как вы могли заметить, их было довольно много. Вот. Если вы внимательный зритель канала, то, конечно, вы все это уже видели. Вам, наверное, сегодня было не так интересно. Вот. Ну а это было все. С вами была я, Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.